Первый канал и компания «Телеформат» представляют. К детективу Насонова обратился директор фирмы по изготовлению визитных карточек и рекламных буклетов Антон Андреевич Еленин. Насонов несколько раз заказывал ему свои визитки. Еленин попросил детектива приехать к нему в офис до начала рабочего дня. В последнее время просто жить не хочется. То возле дверей какую-то страшную морду нарисуют, то ручку какой-то дрянью измажут. А вы в милицию обращались? Ну какая милиция? Ну засмеют же. А буквально позавчера ночью кто-то звонит и таким замогильным голосом шепчет Часы твои сочтены, козел. И никакой врач тебе уже не поможет. Можешь не дергаться. Представляете? А звонили с городского номера, определился? Нет, увы, видимо звонили из автомата. Что случилось? Вот, опять часы разбились. Хожу в комнату, а они на полу валяются. Просто полтергейст какой-то. И это еще чертовщина. Вторые часы за неделю, представляете? Танечка, вы, пожалуйста, здесь приберитесь и больше так, пожалуйста, не кричите. Вы же знаете, у меня сердце больное. Да, конечно, Антон Андреевич. Простите меня. Вот так и живу. Вы, пожалуйста, разберитесь, кто меня третирует. Я живу как на пороховой бочке. А у вас есть враги? Враги? Ну, разве что конкуренты. Такие же мелкие лавочники, как и я. Хотя, в общем-то, нам и делить с ними нечего. Ну, пойдемте, конкуренты. Так кто же из них, ваша версия? Вы знаете, Тобольский Витя, очень подозрительная личность, давно под меня копает. А в чем у вас конфликт? Да все из-за клиентов. Вы же знаете, сейчас кризис на дворе. Каждый рубль на счету, а я у него недавно крупного клиента увел. И как вам это удалось? Вы знаете, я бывший одноклассник. Мы просто с ним встретились как-то на встрече выпускников, разговорились. Но он мне и сделал крупный заказ. Ну, этим самым мы Витьку, естественно, обортанули. Конечно, он обиделся. А Тобольский вам в открытую угрожал? Вы знаете, да. Он мне как-то и говорит, Бог все видит, накажет тебя. Ну, неважно, рублем или здоровьем. Вы знаете, я как-то сначала даже не придал этому значению. А вот после этого звонка, честно вам скажу, напугался. Даже утром побежал по врачам. Все обследование прошел. Ну, вроде бы сказали, все нормально. Ну, что, хорошо. Мы займемся вашим делом. Мне нужны данные вот этого Тобольского. На Тобольского? Да, в общем-то, и проблем нет. Где-то вот тут... А вот, кстати, его визитка. Ну, бумага так себе. Да и шрифт не очень, но тем не менее. Возьмите, пожалуйста. Антон Андреевич, вы не волнуйтесь. Качество ваших услуг меня лично вполне устраивает. Скажите, а сотрудники ваши, вы давно с ними работаете? Вы знаете, да, давно работаю. Единственное, только вот секретарша Танечка недавно у нас. А так и дизайнер, и программист работают все давно. И очень приличные люди. И все-таки я хотел получить координаты. Так, где-то у меня, по-моему, список сотрудников был. Сейчас я пос... А, вот. Да, вот, пожалуйста. Список сотрудников фирмы. Антон Андреевич, как только я что-то выясню, я сразу поставлю вас известность. Спасибо большое. Спасибо. Насонов решил ввести в курс дело своих помощников. Клиент считает, что ему угрожает. Он думает на конкурентов. Но я думаю, что надо сначала проверить его персонал. Думаете, кто-то из сотрудников таким образом сводит счеты с боссом? Возможно. Коллектив небольшой. Вот список. Соберите мне на них всю информацию. Сделаем. А я пока пообщаюсь с единственным конкурентом. Возможно, разбитые часы в офисе Еленина. Это его план по деморализации нашего клиента. Кстати, посмотри, что у нас есть на Тобольску, Виктор Иванович. Да, сейчас посмотрю. Да, но как он мог проникнуть в офис, не замечен? Никак. Значит, у Тобольского должен быть сообщник среди сотрудников Еленина. Вот поэтому необходимо проверять персонал. Так, Тобольский. 53-го года рождения, женат, не судим. В прошлом владелец крупной полиграфической фирмы в Туле. Разорился, а в 98-м переехал в наш город. А почему он интересен именно к нам? Тут написано, что он сам из здешних мест. Мать бывший врач-кардиолог. Кардиолог? А у клиента проблемы с сердцем. И аноним его пугает как раз проблемами со здоровьем. Так, ну специалисты спровоцировать приступ не вопрос. Нет человеку, нет проблемы? Надо бы на всякий случай предупредить клиента, чтобы было осторожнее с питьем и с едой. Хотя не стоит. Он и так уже, собственно, тени боится. Ладно, Иван, поехали с тобой пообщаемся с Тобольским. Фотография у вас есть? Да, вот. Ага, спасибо. Поехали. Детективы проследили за конкурентом Еленина. Тобольский покинул свой офис и направился к аптеке. Алло, мама. Напомни мне, как ты там говорила. Рудотекс? И что? Конкерал. Ну и название. Алло. Плохо слышно. Потом перезвоню. Давай за ним. Алло, Лен. Быстро посмотри мне в медицинском справочнике, что это за препараты. Рудотекс и Конди Крал. Давай, давай, прямо сейчас. Так, нашла Рудотекс. Рудотекс – средство, понижающее давление. Сейчас посмотрю Конди Крал. Давай, я жду. А, вот. Конди Крал стабилизирует пульс. Ну, по-моему, это оба средства очень сильные. Ух ты. Не весело будет человек, если он примет одновременно. И при том, если он еще сердечник. Да уж. Кстати, я посмотрела все данные на сотрудников фирмы Еленина. Но никто из них в порочных связях не замечен. Вроде как, даже никто с Тобольским лично не пересекался. И к уголовной ответственности тоже никто не привлекался. Ага. Ну, на этом спасибо. Ладно, разберемся. Он покупает те же самые таблетки. Сейчас выходит. Алло. Мама. Ну, я все купил. Из снотворного на всякий случай. Надеюсь, ты не станешь пить все одновременно? Да знаю, что у тебя с головой все в порядке. Ну, все-таки волнуюсь. Ладно, сейчас подвезу. Так это он что же, для мамы старался? Похоже на то. Хотя, с другой стороны, что ему мешает? Зять по одной таблетке из каждой упаковки, смешать любой жидкости и дать Еленину? Береженого Богу бережет. Алло, Антон Андреевич, это нас у нас беспокоит. Что? Я понял. Вы не волнуйтесь, мы будем рядом. У клиента встреча с Табульским через час. Черт, я же говорил. Едем туда. Ты что, сбесился? Совсем офонарел? Чем тебе часы не понравились? А что они тикают на весь офис? Работать мне мешают. Время показать от балды. Дизайн совковый. Да вообще мерзость какая-то. Тебе какое дело? Дома команду, псих. Крали, Крашеная, ты что разоралась-то? Тебя босс давно на рандеву не приглашал? Да как ты смеешь? Я порядочная девушка. А, да, порядочная девушка. Из-за тебя-то и Даши уволили. Танечка, я же вас просил не кричать на весь офис. Что у вас опять случилось? Антон Андреевич, Гена опять часы разбил. Гена, а почему вы здесь? Я же вас уволил. Вы что, пьяны? Нет, он трезвый. Только больной. На всю голову. Да, у меня еще справка есть от врача. Меня даже за это в армию не взяли. Да идите вы вообще со своей фирмой. Задолбали уже. А ты о своем здоровье бы подумал бы лучше. Совсем уже загнался. А здоровье? А это не вы ли своему начальнику по ночам названивали, а? Заботливый такой. Да, да, я. А ты что, со страху небо штаны наложил? И дверь твоей дерьмом тоже я измазал. Вы можете написать заявление в милицию. Это же хулиганство. Да бог с ним. Все и так разрешилось. Вас только зря побеспокоил. Как обидно. Зубов ведь такой талантливый программист. Извините за швабрами. А он что, правда немного не в себе? Никогда бы не подумал. Первый раз его таким увидел. Видимо на него так увольнение подействовало. А вы его за что уволили? За связи с конкурентами. После вашего ухода я услышал, как он по телефону с Тобольским разговаривал. Представляете? Мой программист консультирует моего же конкурента. Как вам это нравится? К детективу Насонова обратился предприниматель Антон Андреевич Еленин. Кто-то угрожает ему по телефону, утверждая, что часы его сочтены. Кроме того, в офисе Еленина ежедневно происходят довольно странные события. Сотрудники то и дело находят на полу разбитые часы. Сам Еленин предполагает, что это козни его конкурента Виктора Тобольского. Однако Насонов склонен видеть в происходящем месть со стороны одного из обиженных сотрудников Еленина. И все-таки, Антон Андреевич, Геннадия вы уволили только сегодня. А все эти пакости, звонки с угрозами поступали от него и раньше. У вас точно не было с ним никакого конфликта? Ну, у Гены был роман с бывшей секретаршей, с Дашенькой, которая работала до Тани. Хорошая была девушка, только уже больно невнимательная, и руки у нее были дырявые. А как вы ее нашли? Через кадровое агентство. И уволили. А что мне оставалось делать? Мне секретарша в офисе для порядка, нужна, а не наоборот. Вы думаете, она осознала и пошла куда-то учиться? Ничего подобного. Она, наоборот, мне такой скандал закатила? Боже ты мой! Вы бы только слышали, что она мне кричала. Даша, я должен с вами поговорить. Вы что, меня увольняете? Да вы не оставляете мне выбора. Не могу же я, с вашего позволения, отправить вот это письмо. Здесь куча ошибок. Можно? Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Таня. Я слышала, что вам нужен секретарь. Да, проходите, пожалуйста. Вы что, нашли мне замену? Как вы можете, живого человека на улице? Где я в конце года работу найду? Что случилось? Ген, этот меня увольняет. За что? За то, за что всех порядочных девушек. Он что, к тебе приставал? А ты как думал? Я сейчас ему все скажу. Не надо, Геночка, я сама здесь больше не останусь. Да что он себе вообще позволяет? Даша, как вам не стыдно, что вы здесь рассказываете всякие гадости? Геннадий, и вы тоже хороши. Что вы тут слушаете всякую чепуху? Вы, пожалуйста, свои протяжи объясните, что секретарше недостаточно иметь только красивую внешность. Нужно еще и вот здесь что-то иметь. С тех пор мы общались с ним чисто формально. Я не предполагал, что у них все было так серьезно. Антон Андреевич, ну а почему вы мне сразу обо всем об этом не рассказали? Да как ты не думал? А какое это имеет сейчас значение? Преступника мы нашли. Скоро Тобольский придет. Ладно, хоть одни часы в офисе уцелели. А то все сотрудники раскокали. Да еще это уборщица. Так, а про уборщицу вы мне вообще ничего не говорили? Так она и не работает. Танечка за нее прибирается. А Вася на вторую неделю дома в гипсе лежит. Пыль на часах вытирать полезла. Так вместе с ними и полетела. Господи, Софья Федоровна, что с вами? Ой, да вот хотела. Хотела пыль вытереть. Ой, 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 ой. Похоже на перелом. Давайте мне координаты этой вашей Даши и уборщицы. К вам Виктор Иванович Тобольский. Что же это получается? Витя сначала Генку на меня натравил. А как узнал, что он уволился, сам решил прийти. Алексей Викторович, не оставляйте меня с ним одного. А если он захочет меня убить? Антон Андреевич, вы не волнуйтесь. Тобольский, он же не сумасшедший. И потом, мы будем рядом. И для безопасности я сейчас установлю у вас в кабинете видеокамеру. Мы будем все видеть. Вы не возражаете? Нет. Уверяю вас, все под контролем. Не волнуйтесь. Алло, Лен. Записывай данные бывшей секретарши и уборщицы клиента. Это Дарья Сергеевна Бубнова, 85-го года рождения. И Софья Федоровна Васина, 58-го года рождения. И проверь, есть ли у них связь с Тобольским. А ты сегодня съезди тогда в поликлинику и узнай, стоит ли на учете в психоневрологическом диспансере зубов. Он что, буйный? Да нет, с виду, совершенно нормальный. Но вот говорит, что справка есть. Надо было узнать, что у него за справка. Да, не контора, а дурдом какой-то. Андрей, я к тебе с деловым предложением. Ко мне? С каким? Давай объединим наши фирмы. У тебя хорошая клиентура. Вот, и я, не с пустыми руками. Это мощный заказ на рекламные проспекты от строителей. Поздравляю. Да ладно тебе, кто старый помянет Томогласову. Глаз? Ну да, выживает сильнейший. Зачем мы будем друг с другом бороться? Программисты оставим твоего. Зубов отличный спец. Я с ним сегодня утром говорил. Хм, неожиданное предложение. Значит, по рукам? Ну что ж. Я все обдумаю, взвешу, а потом тебе позвоню. А пить не буду. У меня что-то сердце пошаливает. Да это же коньяк. Самое лучшее лекарство. Мне личный кардиолог советовал. В общем, решай и побыстрее. Ну, не буду тебе мешать. От коньяка зря отказался. Я его сам выпью. Смотрите, а бутылочку-то он с собой унес. Может, поэтому он с собой ее и прихватил, чтобы никто ничего про нее не узнал? Черт, думаете, он туда этой дряни намешал? Этого рудотекса и кандидрала? Ну, видите, Тобольский сам прилично выпил. Ну, возможно, что доза для здорового человека не опасна. А вот для сердечника, да еще в сочетании с алкоголем. Ладно, ты давай в поликлинику, а я к клиенту. Угу. Даля. Алексей Викторович, я узнала, уволенная секретарша Даша Петрова раньше работала у Тобольского. Да что ты говоришь? Ах, да Тобольский, вот ты молодец. Ну да, хорошо устроился. И саботаж, и сбор информации. Ну, может быть, и случайность. Я не удивлюсь, если она и у Тобольского чашки все время била, и он ее и уволил. Угу. Ну что, поговорили? Да, поговорили. Вот его коньяк, но я его не пил. Я уверен, что он меня отравить хотел. Может быть, возьмете его на анализ? Ну, это вряд ли бы он стал делать. К чему? На людях. Все подозрения сразу на него. Но анализ мы обязательно проведем. О, господи, вот как работать в такой обстановке? Программиста нет, уборщицы нет. Одни часы в фирме остались. Дорогие часы? Да нет, вы знаете, так, дешевка. Купил я их на распродаже в интернет-магазине товары на дом. Недели, наверное, три назад. И примерно с этого времени у вас начались проблемы? Можно сказать, что да. Примерно так оно и есть. А что, вы здесь улавливаете какую-то взаимосвязь? Не знаю. Скажите, а вы знали, что ваша Даша раньше работала у Тобольского? Что? Так вот почему она больше вредила, чем помогала. Так что мне делать? Мне соглашаться на предложение Тобольского? А то он торопит. Ну, здесь я вам пока ничего посоветовать не могу. Вы спокойно работайте. Я с вами свяжусь. Хорошо, спасибо. Лен, смотри, вот здесь коньяк, надо проверить, нет ли там чего-нибудь лишнего. Угу, сейчас сделаем. Да, кстати, вы знаете, что я узнала о новой секретарше Еленина? Она племянница, оказывается, пострадавшая уборщица. Странно, почему Еленин мне об этом ничего не сказал? А он мог об этом ничего не знать. У них разные фамилии. Хотя что нам это дает? Секретарша Еленина доволен, но с уборщицей все равно поговорить надо. Ну да, их обычно никто не замечает, а они знают многое. К тому же проблемы у Еленина начались при ней. Она давно у нее работает? Две с половиной недели назад устроилась. Ну, кстати, странно, что она работает уборщицей. Почему? А потому что она интеллигентная женщина. В молодости работала экскурсоводом. Потом устроилась в интернет-магазин. В какой? Товары на дом называется. Странное совпадение. Давай-ка мне ее адрес. Сейчас напишу. Ну, что я вам могу сказать? Коньяк плохой, низкого качества. Всего, что в масел перебор, но никаких посторонних веществ там нет. Ну и слава богу. Подозрения Стобольского этого не снимает. Будем работать в других направлениях. Думаете, кто-то другой может быть причастен к проблемам клиента? Возможно. Насонов приехал домой к уборщице Еленина Софьи Васиной. Я знаю, что вы работали на фирме Еленина, но пока с вами это несчастье не случилось. Вы же на работе руку повредили? Ах, еще как переломалась вся. Так летела. И часы заодно разбили? Да, часы. Часы. Цена им рубль. А я с тремянки упала, вон, покалечилась вся. А вы, собственно, по какому делу? Да, понимаете, вот вашему бывшему начальнику кто-то звонит по телефону, угрожает. Все часы ему в офисе перебел. Ну, третирует его одним словом. Вы, может быть, что-нибудь знаете? Да, Господь, с вами. Ничего не знаю. Я там только полы мыла, и то две недели всего. Нет, я про их дела ничего не знаю. Совсем-совсем ничего? Совсем ничего не знаю. А вот я смотрю, часы у вас как у Еленина в офисе. Так мы в одном интернет-магазине их брали. Я там целый год в отделе комплектации заказов. А что ж вы оттуда уволились? Ведь к Еленину ездить дальше и зарплата меньше. А зато хлопот меньше. Швабра и прошлась с утра, и целый день свободна. Кстати, племянница ваша замечательная девушка. Еленина ее очень хвалит. А вы откуда это, племянницу, знаете? Я ведь никому про это не рассказывала. Ну, знаете, работа такая. Извините, пожалуйста, на фотографии это ваш муж? Муж? Месяц, какого не стало. Ну так а что там с часами-то? Кто их бьет? Прям глупость какая-то. Да неизвестно. Вот хотел у вас узнать. Ну, раз не знаете. Но вы поправляйтесь и простите меня за беспокойство. Ничего, спасибо. Лен, ты поезжай сейчас в интернет-магазин, где работала раньше уборщица. Узнай, почему она уволилась. Выясни, не происходило ли там что-нибудь странного, пока она работала. Хорошо, а в чем дело? Вы ее в чем-то подозреваете? Да пока ничего конкретного. Но в офисе у Еленина действительно творится что-то странное. В офисе? Да, в офисе. Мне кажется, сам он здесь ни при чем. Все, давай. К детективу Насонова обратился предприниматель Антон Андреевич Еленин. Кто-то угрожает ему по телефону и бьет часы, развешанные в офисе. Под подозрения попадают конкурент Еленина Виктор Тобольский, а также несколько сотрудников. Уволенная за профнепригодность секретарша Даша и неуравновешенный программист, тайно сотрудничавший с Тобольским. Однако в ходе расследования Насонов понимает, что странные вещи, творящиеся в офисе, не имеют к Еленину никакого отношения. Похоже, все дело в часах. Ненавижу эти медицинские учреждения. То что-то. Да то у них нельзя, то по официальному запросу суда или следствия, то врачебная тайна. В общем, если бы не моя молодость, а обаяние... Короче, что по зубу? Ну, в общем, никакой он не псих, и в армии, кстати, служил. Там и улегся компьютерами. Ну, а теперь ты понимаешь, почему он убьет часы в офисе? Конечно, понимают. Протест против офисного рабства. Мы не рабы, рабы не мы. Водка. Ты давно на наружке не работал. А еще есть городская свалка, там можно поработать. Да это я так, к примеру. В общем, получается, что он убьет все часы в офисе, до которых может добраться. Далее. Игорь Петрович, я только что из интернет-магазина, и сейчас буду в офисе. Самое интересное, что мне удалось выяснить, это то, что ту партию часов, которую продали фирме Еленина... А упаковала наша уборщица. Да? А как вы догадались? В общем, цель злоумышленника – это часы, а угроза Еленина – так, для прикрытия. Все, ладно, подробности в офисе. Ну, допустим, все дело в часах. Ну, зачем преступнику их бить? А вы знаете, я заметил, что перед тем, как их разбить, их разобрали. Что случилось? Вот, опять часы разбились. Хожу в комнату, а они на полу валяются. Просто полтергейст какой-то. И это еще чертовщина. Вторые часы за неделю, представляете? И, возможно, кто-то что-то ищет в часах фирмы Еленина. Вот, посудите сами. Госпожа Васина бросает вполне престижную работу и устраивается уборщице на более низкую зарплату. Чтобы найти то, что спрятано в офисных часах? Ну, что там может быть спрятано? А вот это мы сегодня. Ночью с Иваном и выясним. Алло, Антон Андреевич. А, это вы? Здравствуйте. Ну, как там мое дело? В напитке что-нибудь нашли? Ой, простите ради бога, должен был вам сразу позвонить. Коньяк вполне нормальный. Похоже, что Тобольский действительно заинтересован в сотрудничестве с вами. Ой, ну, слава богу. Антон Андреевич, у меня к вам вот такая просьба. Мы могли бы сегодня ночью попасть к вам в офис? Да, конечно. А зачем? Ну, это в интересах следствия. А пока вы сообщите всему коллективу, что те последние часы, которые у вас в кабинете, завтра вы их отдадите в ремонт. Предупрежу, не вопрос. Отпустив помощника перекусить перед ночным заданием, Насонов созвонился со знакомым следователем. Алло, Костя. Привет, Насонов тебя беспокоит. Так. Слушай, у тебя не было в последнее время никаких дел о краже камней, драгоценных камней? Ну, было тут одно. Похищению при перевозке. Преступников задержали, но камни так и не нашли. Слушай, а вот некто Васин Александр Степанович, 52-го года рождения, не проходил по этому делу? Был такой, по-моему. Водитель такси. Проходил свидетелем по делу, однако умер, не дождавшись сюда. А ты с чего интересуешься? Что ты нашел? Да нет, вот жена его у меня совсем по другому делу проходит. Софья? Но она же к делам мужа никакого отношения не имела. Ну, ладно, Костя, спасибо. Давай, не отожди. Ну, я готов. Едем. Все, поехали. Детективам пришлось прождать около офиса Еленина больше четырех часов. Ой, интересно, кто же сюда придет? Да ничего, скоро выясним. Смотри, в приемный кто-то зашел. Угу. Так, идем за ним? Нет, подождем, пока снимем часы. А вот, похоже, кто-то тоже к Еленину. Ничего, сейчас разберемся. Быстро, быстро туда. Гена, что ты здесь делаешь? Даша, ты что здесь делаешь? Господи, спасибо, он же сумасшедший. Сумасшедший? Да если девушка не захочет, к ней никто и не пристанет. Ну, ты и стерва. Что, всех моих мужиков к рукам прибрать решил? Кто я? Вы о чем? Да я тебя сразу поняла, Тихоня. Да Еленина у меня уже с рук ела, когда ты появилась. Даша, у тебя был роман с боссом? Мог бы и быть, если бы эта дрянь не появилась. Печатать нам в два раза быстрее, понимаешь ли. Хитрая штучка. Даша, а как же мы, как же наши отношения? Отношения? И ты мне будешь говорить про отношения? Я за тобой следила. Что ты здесь делаешь ночью с этой гадюкой? Да это не то, что ты думаешь. Ах нет, я что, похожа на дуру? Так, всем стоять, никому ничего не трогать. Кто вы и что вам здесь надо? Да скорее всего то же, что и вам, бриллианты. Не трогать, это тетина. Это вряд ли. Эти бриллианты, скорее всего, похищены при перевозке несколько месяцев назад преступниками. И являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Не может быть. Господи, а что здесь происходит? Я не вытерпел и решил прийти сюда. А, собственно, что вы здесь все делаете? А я вам сейчас все объясню. Антон Андреевич, прежде всего хочу вас успокоить и обрадовать. Вашей жизни ничто не угрожает. А в чем же тогда дело? Дело? Дело в часах. В часах? Вот эти бриллианты были похищены при транспортировке. Преступников задержали, но камни обнаружены не были. Один из преступников, муж вашей бывшей уборщицы, спрятал их у себя дома. После ареста в СИЗО он скоропостижно скончался. А его жена, убирая квартиру, обнаружила тайник. И там вот эти камни. Расстаться с такой красотой она не захотела. Но и дома держать побоялась. И вот тогда она придумала следующий план. Она спрятала эти камни в часы, которые продавали у нее на работе. Ну как они тогда попали ко мне? А вот это уже было просто недоразумение. Софа, часы готовы. Сейчас курьер придет. А все готово. Пусть приходит. Выйди на минуту, дело есть. Хорошо. Ну, очевидно, ваша тетя вышла на минуту из помещения. А как раз в этот момент пришел курьер, который перепутал часы. И забрал те самые, отложенные Васиной, для себя. Представьте себе ее состояние, когда, придя домой, она не обнаружила бриллиантов внутри часов. Я, кажется, начинаю понимать. Разобравшись, что произошла подмена, Васина устроилась ко мне на работу уборщицей. Для того, чтобы найти свои часы. Ну да, все правильно. А потом она сломала руку и прислала вам свою племянницу, чтобы она закончила начатое дело. Танечка, так зачем же вы устраивали полтергейст в офисе? Понимаете, разобрать часы я еще могла. Но собрать назад у меня никак не получалось. Вот я и сделала ведь, что они упали и разбились. Ну да, что-то такое я и подозревал. Молодой человек, а вы-то как в этой истории оказались? Вы тоже чей-то племянник? Я вообще ничего не племянник. Я псих. И у меня даже справка есть. Зубов, не надо. Нет у вас никакой справки. Не надо прикидываться. Вы просто послушали разговор Тани с ее тетей. Танечка, найди эти камни. Они точно в каких-то часах у него в офисе. Там ведь целое состояние, детка. И мне и тебе на всю жизнь хватит. Да, я понимаю, тетя Софа. Я все сделала, как вы сказали. Вы понимали, что уходит последняя возможность. И поэтому просто решили разбить все часы, которые успели снять. Бред! Так вот, оказывается, из-за чего весь сыр-бор? Бедная тетя, она так надеялась на эти бриллианты. Неужели она ничего не получит? Ничего не получит. Ей очень повезет, если она не сядет в тюрьму. Но она ничего не воровала. Да, но, найдя у себя дома краненое, сдавать она не собиралась. Так что степень вины ее определит суд. Васина осуждена на два года условно. Татьяна работает у Еленина. Он объединил свою фирму с фирмой Тобольского. У них новый программист. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok